Муниципальное предприятие «Водосток» было создано в 2012 году. Администрация города стремилась сформировать службу, которая возьмет на себя ответственность за обслуживание ливневой системы канализации курорта. Ведь она долгое время была почти бесхозной, а местами просто заброшенной. Сегодня в зоне ответственности «Водостока» 180 километров ливневых лотков. От Олимпийского парка до поселка Лазаревский. И практически вся она работает без сбоев. Специалисты «Водостока» решают проблемы с ливневкой на улице Авиационной. Сам лоток в рабочем состоянии, но на стыке с коллектором он забился грязью. На дороге образовалась лужа. Чтобы ликвидировать эту проблему, борцам с засорами понадобилось всего 15 минут. В муниципальном предприятии трудится 7 человек. У них на вооружении 2 спецмашины. Технология прочистки ливневок – простая гидродинамическая машина, подает воду в лоток под большим давлением. А вакуумный насос собирает скопившуюся грязь из коллектора. Сейчас, по данным «Водостока», на курорте 15 таких проблемных точек, в том числе и здесь, в Адлере. Улица Просвещение, застаревшая проблема многолетняя. Коллектор полностью засорен на 100%. Подтапливает периодически весь микрорайон. В оперативном режиме работники предприятия обслуживают зоны скопления гостей. Например, сеть ливневок в Олимпийском парке, где помимо лотков есть еще и сооружение по очистке ливневых стоков. Попутно отслеживать незаконные врезки в ливневую систему города – это еще одна серьезная проблема курорта. В настоящее время ведется активная работа администрации и всеми подразделениями по выявлению данных врезок и устранению. Первое предупреждение, предписание на устранение в короткий срок является возможностью избежать в дальнейшем больших финансовых потерь, то есть штрафов. Вот и на авиационной специалисты водостока обнаружили несколько незаконных врезок в городскую ливневую систему. По мнению коммунальщиков, именно они зачастую становятся причиной засора в коллекторах. Все нарушения фиксируют и передают на рассмотрение административных комиссий. Работы в Адлевском районе завершатся до конца недели на очереди Лазаревское взморье. Елена Всецна, телекомпания ФКТ.